В спешке мы многое не замечаем и совершаем необдуманные поступки. Утро, час пик, все бегут на работу. Снимаются ограничения на передвижение, и железнодорожный транспорт входит в свой обычный напряженный режим работы. У нас нередко так бывает. Там, где нет входа, там же и вход. Но здесь это безобидная ситуация. А вот если люди ищут коротких путей в неположенном месте на железной дороге, там становится опасно. Станция Перловская в антирейтинге по травматизму и смертности занимает весьма высокое место. Специалисты разных ведомств на месте ищут те самые лазейки, которые приводят к печальным последствиям. В Мытищах с начала года три таких случая. Один из них на переходе к станции Перловская. Целью как раз мероприятия является выявление слабых этих мест. В дальнейшем будет доведена информация до тех лиц, которые ответственны за устранение каких-либо изъянов. Сверху видно все, откуда и куда ведут эти народные тропки. Где они обязательно пересекаются с железнодорожными путями. А здесь их пять. Сразу несколько электричек пролетают в обоих направлениях. Знаете, что по путям ходить запрещено? Ну, я так заблудился. Заблудился. Мы только вышли откуда. Как вы вообще попали? Возьмите, не читайте, освежите в памяти и детям своим расскажите. Так делать нельзя. Это небезопасно. Убеждать приходится многих. Хотя кто-то считает свое поведение оправданным. Спрыгнул с платформы, сэкономил на билете. Для него польза. У меня не работает работа, но почему билеты не платить? Прыгать и подвергать свою жизнь опасно. Жизнь-то ваша дороже. Я все прекрасно говорю. Не надо меня учить. Не надо вас учить. Мы вам напоминаем о правилах безопасного поведения. Жизнь в дорожной простой культуре. Почитайте, не делайте больше. Напоминание, конечно, не помешает, но кому-то неплохо бы применить и более жесткие меры. Кто чаще всего идет на нарушение? Какой босс? Взрослые, взрослые. Чаще всего взрослые показывают своим примером детям, как нельзя себя вести. Да, взрослые подчас ведут себя, как забывчивые дети. И им полезно вот такое напоминание. Программа Safe Train. Она реально может спасти. Вот мы стоим в зоне в красной. Вот подается 9,56 от путей. Подается звуковой сигнал. Очень громкий. Если в этот момент пользователь слушает музыку, проигрывание блокируется. Пока не выйдешь из зоны и из опасной, он не включится. Но сегодня почти у всех детей тоже есть телефоны. И если закачать эту программу, то родители будут знать, что их ребенок приближается к опасному участку. Им тут же придет СМС. Однако главная гарантия безопасности все-таки свое отношение к жизни и понимание. Безопасность создается общими усилиями. По своему желанию и в одиночку она только разрушается. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый, Мытичинский.